Первый день экспедиции проходил в Москве. Он был очень насыщенный на различные события. Мы приехали немножечко раньше, чем остальные группы, и успели прогуляться по Красной площади и ее окрестностям. У каждой из линз есть своя кратность. Перемножая кратность этих линз, мы получаем персональное увеличение данного микроскопа. Здесь такая природа, где нет нигде. Это эксклюзив. С первого дня начались такие мероприятия, которые никогда нигде не были и никогда такого не видела. КОНЕЦ Экологическая повестка уже полтора года как раз с тех пор, как федеральный экологический оператор работает очень плотно с Сейцая, выходит на первый план. А Росатом в этом году вообще объявил экологию приоритетным направлением своего развития. Мы летим на Байкале! Мы на Байкале! Байкал, привет! В рамках новой программы, комплексной научно-технической программы, которую реализует федеральный экологический оператор, там главный аспект стоит сохранение окружающей среды. Мы хотели бы, чтобы молодое поколение, наши школьники, студенты ориентированы были на исследовательскую работу в этом направлении. Все, что я вижу сейчас, это то, что подготовка велась крайне тщательным образом, а ребята сюда приехали с горящими глазами. Поэтому я очень надеюсь, что то, что сейчас здесь происходит, оставит ярчайший позитивный след в судьбах этих ребят. Делаем точно так же, как вчера, ближе друг к другу. Они понимают, что несмотря на то, что они из разных городов, разных возрастов, с разным опытом, с разными знаниями, они решают одну общую задачу. Они чувствуют плечо друг друга, чувствуют ответственность за себя, за в то же время озеро Байкал. Наше природное богатство Российской Федерации. Очень впечатляет! Уникальность организации лабораторной работы в том, что все лабораторные работы сопровождает научный руководитель, обязательно студент, который имеет химическое и биологическое образование, и школьник с удовольствием вливается и получает максимальное количество знаний. Совершенно в другой стихии. Там, можно сказать, в школьной лаборатории это все проводили, а здесь мы попадаем в нормальную естественную среду. Комбинат остановлен в 2013 году и уже больше не функционирует. В свое время этот комбинат производил больше отходов, чем собственные продукции. И на сегодняшний день представляет объект накопленного экологического вреда. Огромные емкости, в них содержат, соответственно, шлам лепнины и надшламовая вода. Сейчас задача стоит не допустить перелива этой воды и попадания ее в Байкал. Раньше люди, видно, не задумывались о том, что на Байкале обитают очень важные виды, виды, которых нет больше нигде на земле, уникальнейшее место, просто, не знаю, влюбилась. Чтобы менять мир, нужно сначала начинать с себя. И этот проект «Менделеевцы», «Менделеевская экологическая экспедиция» как раз-таки была направлена на это. «Менделеевская экологическая экспедиция» Для нас это Поддержка и воспитание наших будущих работников мы создаем новую отрасль в стране. «Менделеевская экологическая экспедиция» 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 Я видела, насколько радуются они Байкалу, искренне абсолютно. Я вижу, как они заряжаются энергией Байкала. Общество охраны природы становится в настоящее время все больше и больше. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Я влюблена в это место, если честно. Я очень счастлива, что такую программу организовал федеральный экологический оператор и ИЦАЭ. Я кое-что поняла, что экология важна не только на словах. Мы все это увидели своими глазами. И ты понимаешь, осознаешь, что ты можешь правда изменить эту ситуацию сам, своими руками. И поэтому надо немножко только постараться изменить свое мышление. Субтитры Алексею Дубровскому! Субтитры Алексею Дубровскому!